Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия о соотношении парламентских и непарламентских форм борьбы рабочего класса. Ведет занятие секретарь Родфронта Малецов Степан Сергеевич. Пожалуйста. Здравствуйте. Я знаю, что вот вопросы, записи наступление письменной формы. Товарищи, давайте прежде всего рассмотрим, какие формы борьбы существуют. Есть парламентские, а есть непарламентские. Это что значит? Какие непарламентские? Прежде всего, наверное, стоит отметить, что существует такая форма, условно назвать ее можно научно-просветительская форма борьбы. Это теоретическая борьба, которую ведет партия класса теоретики. Это журналистская сюда входит. Пропаганда, агитация, работа с большими категориями населения, с классом. Это обучающая в том числе. То есть это та форма, которую очень хорошо знают, умеют и делают наши товарищи фонды рабочей академии. Это не значит, что мы этого не делаем. Просто вот они специализируются, можно сказать, на этой форме. Выпускают очень много различных книг, проводят семинары, лекции. Все это хорошо, если все это идет на развитие рабочего движения. И плохо, если туда вносятся элементы, которые не способствуют развитию. Это уже наносит вред. А такие элементы, надо сказать, что у товарищей есть. Возьмем, например, их расчет стоимости рабочей силы, которую они все время заобразит нам дают, как это нужно бороться за заработную плату. Туда вложен, значит, прудоновский принцип, что жилье должно быть частной собственности. Вот та брошюра, которая сейчас распространяется у нас в комитете, в которой написал Михаил Васильевич Попов, значит, экономическая и политическая борьба, критикует прудона. Вот критикует мелкобуржуазный анархист и прочие-прочие, социалист. И в то же время протаскивает его идею о том, что у рабочего класса может быть собственность и жилье. Это прудоновская идея. Он ее протаскивает в своей работе через стоимость рабочей силы. Мало того, что это невыполнимо для класса в целом, в условиях буржуазии, Энгельс это доказал, но даже практически, давайте представим, взяла семья ипотеку, пошла покупать квартиру. На кого будет оформляться квартира? На обоих супругов. Практика показывает, что, как правило, на одного из супругов оформляется квартира. То есть она изначально уже не в собственности семьи находится, а в собственности одного человека. Дальше они рисуют нам картину, как рождаются дети один за одним. Родились дети. Ну что, он каждый раз ходит, переписывает эту квартиру на этих детей? Доли эти, что ли, делят? Нет, конечно. То есть дети, они не являются собственниками этой квартиры, в которой живут. Дальше, ведь не все браки до конца проходят. Мы знаем, что достаточное количество разводов. Дальше, что с этой квартирой происходит? За кем она остается? То есть даже в такой, в индивидуальной семье, которая может себе в силу экономических причин позволить эту квартиру, и то не получится той радужной картинки, которую рисуют нам товарищи из фонда рабочей академии. Тем не менее, мы отмечаем, что у них есть положительные моменты, которые мы тоже берем на вооружение. Но рабочий класс, он не учится по книгам, вообще масса не учится по книгам, нельзя всех обучить. Вот, провести семинары, обучить всех и дальше двинуться. Рабочий класс, он учится на собственном опыте, получает собственный опыт. Вот главный учитель, жизнь, опыт. Поэтому, естественно, он инстинктивно находит другие формы борьбы, массовые формы борьбы. Но это, отметим, мирная уличная борьба. Сюда относятся разрешенные в большинстве стран законам это шествия, пикеты, демонстрации, митинги. Есть запрещенные, например, у нас перекрытия или захваты зданий. Такие формы тоже существуют, они используются нашими товарищами. Значит, например, в Греции захват зданий, когда достаточно большое количество людей захватывает министерство, заполняет все кабинеты, двери, заходят вроде мирной формы, она парализует деятельность министерства. Ну, с выполнением каких-то требований и прочее. Какие у нас есть примеры в России? Ну, прежде всего, это уличная борьба шахтеров, уличные акции протеста. Вот они собирались на Красной площади, требовали выполнения своих требований, но, так сказать, власть ездила, встречалась, браталась, но требования эти, конечно, она не выполняла. Потому что такой формы она не очень боится. Перекрытие в Пикалево, когда проводили перекрытие отрас, это уже наносит определенный экономический ущерб, парализует инфраструктуру. Здесь власти более сговорчивые были. Значит, мы видели, да, как Путин лично занялся и начал наводить там порядок. Приезжал в Пикалево. И вообще проблема моногорода тогда была впервые поставлена и как-то начало решаться. Толчок какой-то был. Но решаться, конечно, по-буржуазному. То есть она не может быть решена в рамках этого строя. Значит, но в любой, вот в уличной борьбе, например, ту, которую мы заранее организуем, да, заранее приглашаем, мы можем быть еще руководителями, вести ее, демонстрации 1 мая. Вот сейчас идут переговоры, создается оргкомитет, и мы вместе с профсоюзами, с другими левыми организациями пытаемся создать общую колонну. То есть здесь мы руководим, заранее договариваемся. А если стихийно, например, вот монетизация льгот, ввели законы, и такая большая масса народа хлынула на улицу, может ли, возможно ли небольшой группой людей руководить вот этой стихийной массой? В действительности нельзя. То есть такой массой, ну, просто растворяешься в этой. Особенно 9 мая, на День Победы, выходит 600 тысяч человек. Вы понимаете, вот эта колонна? Даже не докричаться невозможно. То есть это огромные массы. Как управлять такими массами в уличных акциях? Понятно, что это может делать только класс. Поэтому здесь вот эта связка, вождь, партия, класс, масса. То есть управлять такими большими массами может только класс, организованный, который идет за своей партией. То есть это будущее. Забастовка – это форма борьбы, которая присуща рабочему классу. Потому что уличные формы могут использовать все классы и слои. А забастовка, которая бьет по буржуазии – это вот оружие рабочего класса. Потому что не имея, скажем так, подавляющей численности в населении страны, рабочий класс в своих руках держит главный нерв всей экономики страны. Потому что производительность труда на крупных промышленных предприятиях сотни в тысячи раз превосходит, чем индивидуальный какой-то труд, ремесленный. И остановить современное производство – это парализовать всю экономическую жизнь страны. Потому что все абсолютно можно остановить. Это очень сильно бьет по буржуазии. Это самая действенная форма воздействия на нее для выполнения своих требований. Причем эта форма, она гораздо эффективнее пробуждает отклик в других рабочих, чем обучение. Вот вспомним забастовку на Форде. В 2007 году три недели длилась забастовка. Туда съехалось и было привлечено внимание очень многих политических сил, очень много различных активистов ездило, училось, в том числе у рабочих, и сами учили чему-то. И результатом стало то, что это настолько было заразительно для остальных, что начали обращаться к Форду с других предприятий рабочих с просьбой научить, помочь им организовать такой же профсоюз. То есть вот профессора 20 лет рассказывают, как открывать профсоюзы, учат, учат, но не очень получается. А вот здесь была волна от одной забастовки пошла. Образование очень большого количества профсоюзных организаций. Именно под воздействием вот этой забастовки на Форде. Конечно, сейчас прошло 10 лет с той большой забастовки. Ее потенциал, такой информационный, зажигательный, уже упал. Но тем не менее, на тот период это было знамя. Надо отдать должное. Мы переходим, собственно, к парламентской форме. Владимир Ильич Ленин говорил, что любая крупная стачка, она гораздо важнее, чем парламентская форма борьбы. Что такое парламентская форма борьбы? Это работа фракции. Коммунистической фракции в парламенте. А сами выборы – это действия масс. Вот когда мы агитируем, и они идут голосуют, это действия самих масс. А вот дальше уже, если получились мандаты, начинается работа парламентская. То есть вот здесь надо разделять. И вот эта именно парламентская работа, она второстепенна по отношению к крупной стачке. Ну и высшая форма – это восстание. То есть взятие власти. То есть, собственно говоря, вот формы борьбы. При этом мы должны отметить, что из забастовочной борьбы рождаются такие структуры, организованные для дальнейших действий, как советы, либо профсоюзы. То есть они рождаются из тачки. Значит, каково соотношение вот этих форм? Значит, наши коллеги из Фонда рабочей академии предлагают нам следующую доктрину. И они ее все время озвучивают. Соотношение такое здесь. Вначале, значит, партия о становлении создает обучающую форму, рабочий университет. Оно обучает наиболее осознательных представителей, которые, значит, проникаются этими знаниями и идеями. Дальше они начинают помогать или сами создавать профсоюзы, либо помогать профсоюзам, значит, организовывать борьбу за коллективные договоры, добиваться, в том числе с помощью забастовочных действий или угрозы проведения забастовки, добиваться, значит, благоприятных условий для себя по заработной плате и по сокращению рабочего дня. Вот это главная задача, это добиться, как они говорят, чтобы заработная плата соответствовала стоимости рабочей силы и шестичасовой рабочий день. Уже давно назрело. Действительно, здесь мы спорить не будем. Это действительно экономически вполне возможно осуществить уже давно. Шестичасовой рабочий день. После этого, когда рабочие добьются, значит, шестичасового рабочего дня, у них появляется очень много свободного времени, они больше начинают уделять внимание общественным наукам, создают советы, и дальше берут власть, правда, как берут власть, здесь товарищи немножко не отвечают нам, как они, собственно, берут власть. Ну, наверное, такая доктрина имеет право на существование. Наверное. Но означает ли это, что это единственный путь? И вообще, где-то вот этот путь был реализован, который нам рассказывают... В России 1917 года. Да, в России 1917 года. Сейчас мы вернемся к этому, как он был реализован в России 1917 года. Ну, если верить нашим товарищам, то сильные профсоюзы и коллективные договора, коллективные соглашения, они, значит, вызывают, как следствие, большую заработную плату. Давайте проверим на практике, так это или нет. Я подготовил данные здесь по заработной плате в разных странах. По охвату членства в профсоюзах, по трудовым соглашениям и по забастовочным днём. Значит, здесь... Сейчас я объясню. Здесь взято из разных источников. Здесь можно критиковать эти цифры. Приблизительно соотношение верное и порядок их правильный. Просто на одном отличается буквально в несколько единиц. Заработная плата вот здесь взята за 2017 год. Средняя заработная плата. Вот эти данные по профсоюзному членству и по коллективным договорам, это условно-коллективные договора, это соглашения. Охват соглашениями работников. То есть не только коллективные договоры, а отраслевые соглашения могут быть. Это взято за 2010 год. Вот это данные. И забастовочные дни, это за 10 лет в среднем. На 1000 работников. Ежегодные. За 10-летний период. Но мы можем так немножко разорвать во времени, потому что все вот эти действия, они привели к тому, должны были привести к тому, что отражаться на заработной плате, на ее росте. Итак, смотрим. Заработная плата, значит, сильный профсоюз, много забастовок, много коллективных договоров. Швейцария на первом месте, 6300. Зарплата в долларах. В долларах, да. Это 6300 в долларах. Охват следствия профсоюзов, 17 всего лишь, маленькая, меньше половины. И забастовочные дни на 1200. То есть она не бастует. Это спокойная страна с большой заработной платой, с низким профсоюзным членством. В принципе, по большому счету. То есть не выполняется та доктрина, которую нам рассказывали товарищи. В среднем по Евросоюзу 55 забастовочных дней приходится. Здесь 2, ниже среднего. Норвегия, мы знаем. Нам часто говорят скандинавский социализм. Буржуазные идеологи начинают рассказывать про эти сказки. Заработная плата достаточно высокая. И достаточно высокое профсоюзное членство. Охват коллективными договорами. И вот здесь, наверное, выполняется отчасти то, что говорят товарищи. США 4500, поскольку я не нашел по соглашениям, сколько охвачено процентов работающих. Поэтому только пустая. То есть заработная плата высокая, а профсоюзное членство низкое. Если мы посмотрим динамику по годам профсоюзного членства, мы увидим, что она все время снижается в последние годы. Пик членства был в 45-м году в США. Тогда состояло 35%. Сейчас 13%. То есть он все время. Причем во всех странах. Эта тенденция одна и та же. Германия. Локомотив европейской экономики 4300. Профсоюзное 19. Забастовочные дни ниже среднего. То есть в принципе спокойная страна. Коллективные говорят 61. Испания. Наверное, самая революционная. 338. Гораздо выше забастовочных дней приходится. Тем не менее, только 20% профсоюзов численности. Франция, посмотрите. Охват коллективными договорами, соглашениями 92% работающих. Самый высокий в Европе. А профсоюз, численность профсоюза только 8% охват. Самая низкая. Для примера, я еще Эстонию здесь показал. Значит, 1280 средняя заработная плата. Профсоюзное членство 8%. При этом в 90-м году 94% было членов профсоюза. Ну, это везде. Это советская, да. 94. Вот они с этого начинали. Час 8. 25. Забастовочные дни ниже среднего. Ну, и заработная плата низкая. Понятно, что он в худшем положении по отношению к ничьям. Здесь Китай, который вышел вперед России по средней заработной плате 820 долларов. И Российская Федерация 683. То есть не выполняется. Надо как-то объяснять, почему так. Почему не выполняется. Что-то здесь не хватает. В той доктрине. Это в год то, что вы читали. Еще раз. Ну, то, что вы читали в месяц. Заработная плата в месяц. Конечно. В месяц. Забастовочные дни в год. Это вообще энтузиасты. Это не в год, наверное, в 10 лет вы говорили. За 10 лет среднее я взял. Но это в годовой. 138 это что, дней в году бастуют, что ли? Чего вы говорили? Да. Из тысячи человек. Из тысячи человек. Один человек 338. Или 338 человек один день бастуют. Из тысячи. Да. В среднем. Каждый день. Ну, за 10 лет. В какой-то год больше, в какой-то меньше. То есть вот Испания, она такая самая беспокойная страна. Не зря там референдум за отделение Каталонии прошел. То есть они бурлят, действительно. Могут отстаивать свои требования. Значит, здесь что-то не так. Все так. Ваша доктрина просто не выполняется. А так... Прекрасно выполняется. Ну, вы потом расскажете, как она прекрасно выполняется. Значит, революции здесь мы не видим. Советов здесь не видим никаких. Не создаются. И вот мы топчемся на месте. Почему? Что-то не хватает здесь. Может, не хватает субъективного фактора. То есть революционная партия, коммунистическая. Может, не хватает парламентской какой-то формы борьбы. Хотя там есть парламенты социал-демократические. И профсоюзы активно сотрудничают. Но мы видим, что не работает эта модель фонда рабочей академии. Давайте исследуем сейчас соотношение парламентской и восстания. То есть нет восстания. Здесь никакого мы не видим пока. Вот исследуем, как соотносится парламентская деятельность и восстания. Часто их противопоставляют. Начнем мы с прошлого века. Наименно с работы Энгельса Введение классовая борьба во Франции. Энгельс говорил о том, что впервые в Германии Избирательное право всеобщее было введено в 1866 году. И дальше начались выборы в Рейхстаг, Германия. И рабочие этой страны, в отличие от рабочих других стран, Которые считали избирательное право ловушкой, обманом выборы. То, что мы сейчас слышим от наших товарищей фонда рабочей академии. Все это рабочие тогда уже понимали и знали. Тем не менее, они стали, рабочие Германии, участвовать в этих выборах. И вот здесь идет рост голосов, которые подавались за социал-демократов. Мы видим. Это стало пугать власти Германии. И они приняли специальный закон против социалистов. И в 1881 году немножко меньше стало. Но после этого, Энгельс говорит, начался стремительный взлет. Вы посмотрите, как идет нарастание. В 1893 году уже около 2 миллионов человек голосовало. Это было 25% всех поданных голосов. То есть это была настолько мощная сила. А за кого это было? Это за социал-демократов. Ну, за коммунистов тогда, того времени. То есть это рабочие. Те, которые выражали интересы рабочего класса. Те, которые говорили, что мы идем от рабочих. Мы выражаем интересы вот этого класса, а не буржуазии. То есть в интересах рабочего класса. Это рабочие. Как они использовали выборы евреиста. И Энгельс говорит, что практика показала, практика показала, что это участие оказалось очень полезным. Почему? Потому что мы видим рост своих сил. С одной стороны, это удерживает нас от преждевременных каких-то действий, что мы не знаем. А с другой стороны, мы понимаем, что вот этих голосов достаточно для чего-то. То есть мы знаем реальную картину. И хотя бы только для этого, говорит Энгельс, стоило бы уже участвовать в выборах. Вы хотите поспорить с Энгельсом? Хорошо. Энгельс не должен до второго интернерсона. А мы вернемся к второму интернерсона. Зато Ленин должен. Значит. Но это не все. Не только все. В смысле, не только в этом польза для рабочих. Польза еще и в том, что получается определенная трибуна для работы. То есть там можно говорить свободно с этой трибуны то, что нельзя говорить, в принципе, так. Не имея таких полномочий. Во время выборов партия входит в соприкосновение с теми массами, где она еще до этого не работала. Противники вынуждены оправдываться от атак. От тех упреков и вопросов, которые задают социал-демократы своим классовым противникам. Все это вместе просвещает массу. Отсюда и рост голосов. Стихийный рост голосов. Вот он. 25%. Значит, Маркс дальше пишет. Я от стата зачитаю. Нашли, что государственные учреждения, при помощи которых буржуазия организует свое господство, открывают и другие возможности для борьбы рабочего класса против этих самых учреждений. То есть это не только рейстарк. Рабочие стали принимать участие в выборах в Антаге отдельных государств, муниципалитеты, промысловые суды. Стали оспаривать у буржуазии каждую выборную должность, если при замещении ее в голосовании участвовало достаточное количество рабочих голосов. И пошло так, что буржуазия и правительство стали гораздо больше бояться легальной деятельности рабочей партии, чем нелегальной. Успехов на выборах, чем успехов восстания. Почему буржуазия стала меньше бояться успехов восстания, Энгис объясняет и рассказывает. До 1848 года классическое восстание происходило. Заставал народ, создавал баррикады, против него собирались войска, и шло такое вооруженное противостояние баррикада и войска. Уже тогда материальное значение баррикады было гораздо ниже, чем ее моральное, духовное воздействие. То есть восставшим удавалось победить только тогда, когда они морально воздействовали на войска. Те отказывались стрелять, командиры отказывались отдавать приказы на расстрел баррикады. И тогда баррикада, народ побеждал. Однако с 1848 года, говорит Энгис, вот эти условия резко изменились в пользу войск. За 20 лет, вот с 1868 года, военный гарнизон Берлина и Парижа увеличился в 4 раза. А население выросло там, ну не знаю, может быть там в полтора раза. То есть несоизмеримо. Появились новые оружия. Если раньше были кремниевые оружия, которые надо долго было заряжать, и, значит, свинец и порох нужно было иметь, заряжаешь, стреляешь. Теперь появились скорострельные, с патронами. В дальней стрельбе увеличилась скорость стрельбы. Потом появились железные дороги. Это значит, что в город можно ввести отдаленные гарнизоны. И, как говорил Энгельс, вот уже в те годы, когда он писал эту работу, за сутки можно было увеличить в 2 раза, а за 48 часов в 4 раза численность войск в городе. Сейчас это вообще на самолете, это очень быстро можно было. Такой перевес создать необходимый. То есть вы понимаете, да? Это все не в пользу, не в пользу восстания, не в пользу восставших. Все вот эти факторы работают. Плюс он еще говорит, что даже вот оружие, если раньше можно было самостоятельно, овладев оружием, его использовать, то теперь появились патроны. Это продукт все-таки технологический такой, крупной промышленности. Его в кустарных условиях быстро так не изготовишь. И даже овладев оружием, без боеприпасов, ты не можешь его использовать. И мы это видели, например, на примере Луганска. Когда мы туда приездили, у них были новейшие виды оружия, но управлялись они тем, что в нужный момент времени и переставали поступать боеприпасы. И у них не было боекомплекта для проведения наступальных операций. Они говорили, мы, например, в отряде мозгового, готовы были бы пойти дальше, вот сейчас. Но у нас боекомплект, наверное, два часа боя, а дальше нет. Поэтому мы стоим, вынуждены подчиниться. Нет патронов, снарядов и прочего. То есть это очень важный момент. Поэтому восстание не значит, что оно окончательно невозможно. Но это говорит о том, что восстание нужно более тщательно теперь готовить. Энгельс пишет, значит ли это, что в будущем уличная борьба не будет уже играть роли? Нисколько. Это значит только, что условия 1948 года стали гораздо менее благоприятны для бойцов из гражданского населения, гораздо более благоприятны для войск. Будущая уличная борьба может таким образом привести к победе лишь в том случае, если это невыгодное соотношение будет уравновешено другими моментами. Поэтому уличная борьба будет происходить реже в начале большой революции, чем в дальнейшем ее ходе. Ее надо будет предпринимать с более значительными силами. В счет гениально. Гениальное предвидение. Именно так и происходила Октябрьская революция. То есть основные вооруженные столкновения начались уже в ходе, а не в начале, но после. Видя вот этот успех на выборах, которые демонстрировали германские рабочие, рабочие в других странах тоже отказались от первоначальной концепции и тоже активно включились в парламентскую борьбу. Это в то время. В конце 19 века. И дальше Энгельс продолжает. Обращаясь к тем товарищам. Само собой разумеется, что из-за этого, из-за участия в парламентской деятельности, наши товарищи за границей ни в коем случае не отказались от своего права на революцию. Это не значит. Не надо это противопоставлять. Ведь право на революцию является единственным действительно историческим правом. Единственным, на котором основаны все без исключения современные государства. Вот на этом праве. Все они произошли из революции. То есть буржуазной революции. Итак, мы на примере показали соотношение восстания-революция. Но после Октябрьской социалистической революции вот эту саму теорию и практику развивал Владимир Ильич Ленин уже. То есть он, основываясь и отталкиваясь от того, что было его предшественниками, очень многие мысли он развил. И все соотношения парламентской формы борьбы и революции, они изложены в его работе «Детская болезнь ливизны в коммунизме», который он написал в 2020 году. Значит, дело в том, что сама по себе вот эта парламентская деятельность несет определенные угрозы. О которых наши товарищи из Красного университета все время предупреждают. С одной стороны, это угроза справа. Перерождение вот этих фракций, вот эти голоса, они отдаются. Вот эти вожди, которые начинают представлять интересы в парламенте, они перерождаются сами по себе. И это произошло как раз во время Первой мировой войны с теми, кто стоял на позициях марксизма. Практика показала, что они не выдержали и перешли на другую сторону. Это кавловские вот эти, значит, социал-предатели, да? Оппортунизм справа. С другой стороны, появились течения, которые говорили после Октябрьской революции, что парламентаризм буржуазный, он себя уже исчерпал исторически и политически. Уже надо отказываться от участия в этих выборах, потому что у нас есть более прогрессивные формы, это советы. Вот здесь Ленин критиковал и тех, и других. При этом он говорил, что те товарищи, которые говорят о том, что парламентаризм изжит, они не правы. Потому что сами же в других своих фразах они тут же говорят, что еще достаточное количество верит, что еще целые полки контрреволюционных рабочих в буржуазе формируют и прочее. Поэтому он не изжит политически. Исторически может быть изжит, но политически нет. Это целый период еще предстоит для этого. Что это дело очень сложное изжить. И трудное. И идти на революцию, не имея на вооруженное восстание, не имея достаточно большого количества людей, массы, которая последует или благожелательно отнесется, это просто преступно. Идти на вооруженное восстание. То есть парламентаризм нужен для подготовки вот этих масс, для просвещения, чтобы они на собственном опыте убедились в том, что в необходимости революционных преобразований. И были готовы идти на эти жертвы, которые предстоит нести во время вот этого перехода. Для этого нужно работать в парламенте. Есть критика о том, что буржуазия справилась с Каусским в свое время, сто лет назад. Справится и с нынешними парламентариями, коммунистами. Они подвергаются буржуазному окружению, воздействию. И поэтому это бесполезно. И даже не стоит пробовать. Это мы неоднократно слышали от красных профессоров. Ленин на это отвечает. Он говорит, что вот это детский испуг совершенно. Потому что буржуазное влияние, оно во всех формах работы рабочего класса. На все формы действует. Не только на парламентскую, абсолютно на все. И вот эту задачу преодолеть буржуазное влияние, буржуазные традиции, буржуазные привычки. Если партия не может, создав нормальную коммунистическую фракцию, то как она будет преодолевать, когда она совершит революцию и возьмет власть? Ведь материал-то человеческий останется тот же самый. Дальше нужно будет строить социализм именно с этими людьми, с этими традициями, с этими привычками. И они, вот эта задача создать коммунистическую фракцию, она гораздо легче решается, чем когда пролетариат возьмет власть. Потому что полезет представитель имущих классов в суды, в советы. Во все абсолютно органы они полезут. Их надо будет переварить, перевоспитать. И для этого требуется определенная длительная работа. Сама масса еще заражена. Сама масса заражена теми же самыми буржуазными предрассудками и традициями. И бороться и внутри массы, и вне предстоит. Это огромная задача. Поэтому это детский вздор, что мы не будем посылать рабочих в парламент, потому что они переродятся. На них воздействует буржуазия. Значит, надо решать эту задачу. Поэтому угрозы такие есть, но надо с ними бороться. И товарищи нас учили на прошлых занятиях о том, что Ленин чуть ли не ошибочно участвовал в выборах учительного собрания. Он думал, что, наверное, наберет нам большинство. Так следовало. Но он не набрал большинство. Увидел, что большинство за эсерами и меньшевиками. И поэтому вот еще раз доказательство того, что не надо участвовать в парламентской борьбе. Ну, сам Ленин говорит прямо противоположное. Сам Ленин. Ну, как же так можно, товарищи? Он пишет детской болезни ливизны, что вот эта тактика во время революции Октябрьской и после они участвовали в выборах была бы правильной. И он это доказал, правильность тактики. Почему? Потому что сами массы, во-первых, убедились в негодности этого учредительного собрания. Они должны были убедиться, должны были получить опыт. Первое. Второе. Разогнать это учредительное собрание гораздо легче, когда там есть своя фракция. Ну, это же настолько понятно и очевидно. Поэтому правильно было. Он это доказал. И призывал учесть этот опыт. Это не значит, что заранее можно дать рецепт. Когда участвовать в выборах, когда не участвовать. Такого рецепта дать нельзя. Но эту форму парламентскую, участие в выборах, надо обязательно освоить. То есть армия пролетариата должна владеть всеми формами борьбы. В том числе и эта. Без обладевания этой формой, так сказать, рассчитывать на победу – это глупо. Армия неподготовленная. Потому что выборы – это как сражение. В других работах Ленин писал. Вот как война идет. Значит, одна армия неприятельская, вторая. Осады есть, крепостей, есть наступление, есть отступление. Выборы – такая же операция. Идет перегруппировка. Решение задачи. Прошли выборы. Все. Перегруппировали. Следующий маневр делаем. Все-то вот. Гибко надо. Быстро. Одна форма меняет другую форму. Какая в данный конкретный исторический момент важна? Такую форму надо брать на вооружение. Парламентская – значит парламентская. Нет – значит другую. Поэтому с парламентской здесь ясно. Здесь ответили классики. Но те, кто говорит, что не надо участвовать в выборах современных, они в конечном итоге к чему нас призывают? Борьба за всеобщее избирательное право, это требование, было записано в манифесте Коммунистической партии. Во второй программе РСДРПБ в 1903 году. Тоже было это всеобщее избирательное право. Нам говорят, не надо ходить на выборы, это ничего не дает, ничего не меняет. Оно ничего не дает и не меняет с точки зрения, что это не есть революционное преобразование общества. Конечно нет. Речь не об этом. Оно готовит эти революционные преобразования и делает их более спокойными, менее болезненными. Вот что это такое. Так вот эти товарищи говорят, не надо участвовать в выборах. По сути дела, что они нам предлагают? Отказаться от избирательного права? Нам не нужно избирательное право, пускай голосуют имущие классы, а то, что все перед этим поколение революционеров боролись и ставили, они ошибались. Заберите от нас избирательное право, говорят нам антипарламентаристы и те, кто призывает к бойкоту все время. Надо, не надо. Это не значит, что бывают случаи, когда нужно бойкотировать. Не значит, что это всегда надо бойкотировать, как они говорят. Отдельный вопрос. Участие в выборах президента. Можно или нельзя с точки зрения теории? Товарищи из Красного университета говорят, что нельзя. Нельзя ни в коем случае. Почему? Михаил Васильевич Попов объясняет в одном из своих роликов о том, что это, по сути дела, выборы палаща. Что же мы будем участвовать в выборах палаща? Но Михаил Васильевич не был бы Михаилом Васильевичем, если бы в другом ролике он не противоречил сам себе. Он говорит о том, что какой хороший кандидат в палащи Сурайкин, какую хорошую программу он написал, начинает ее читать, нахваливать. Говорит, вот если идти на выборы и голосовать, надо голосовать, наверное, за кандидата в палащи Сурайкина или за самого палаща Путина, которому нужно взять на вооружение вот эти вот... У Гавшина есть еще третья позиция. Это то, что президент – это исполнительная власть, а в исполнительную власть нам все власти нельзя, потому что это как-то делом. Ну да, может быть и так. Поэтому Михаил Васильевич вот с одной стороны нахваливает Сурайкина, хотя кто такой Сурайкин? Политически это человек, который выполняет заказ, заданный Кремлем. Политически нельзя за него голосовать, нельзя пропагандировать. Он должен разоблачать его политику. Он его нахваливает. Делать прямо под его полом. В чьих интересах это? Ну ладно, мы говорим о том, можно ли или нет участвовать в выборах президента. Вот здесь первый момент. Сами выборы, сама трибуна. Речь не идет об осуществлении полномочий президента. Но это мы можем использовать, выборы. И то, что дается вместе с выборами. Та возможность, которая появляется у нас. Практика показала. Сейчас были дебаты каждый день на центральных каналах. Такие же дебаты были в регионах. На региональном телевидении. В некоторых городах по своим кабельным каналам были газетные площади, отпущенные. Радиоэфиры. Понимаете, это огромная масса. Вот если измерить деньгами, то миллиарды рублей выделено на пропаганду и агитацию. Товарищи хотят отказаться от этого. Говорят, нам не надо это. Мы будем и дальше собираться в кружок. Там 10-20 человек. На ютубе выставляют там несколько тысяч просмотров. Ну, десятка. А миллионы нам не нужны. Аудитория зрительская. Мы готовы отказываться. Почему? Глупость это. Поэтому хотя бы ради этого стоило участвовать. Мы говорили о том, что при данном соотношении классовых сил речи не идет о победе. Что это идет спектакль поставленный. Что Путин, значит, будет президентом. Ему нужно показать демократичность выборов. Их честность, якобы честность. И проще. И в этих условиях было благоприятно выступить нам. Очень благоприятно. Потому что был заинтересован в явке. У него 56 миллионов голосов. Это больше половины избирателей. И остальные кандидаты, даже приводя свой электорат, назовем так, не могли составить ему конкуренцию. Он в любом случае побеждал. У него больше половины. За ним. Поэтому он был заинтересован в этих отрядиках, которые повышали явку, повышали видимость демократичности выборов, в конкуренции и прочее. И мы, возможно, тоже бы подходили со своим кандидатом. Возможно, в данных условиях. Вот такое противоречие, трещины таких. Надо использовать. Надо стараться, по крайней мере, это делать. А не сидеть сложа руки смотреть. Поэтому наше решение было абсолютно правильным. Участвовать. Вопрос, кого выдвигать. Можно выдвинуть профессора, например. Да? Он грамотный, он хорошо говорит, может дискутировать. Но рабочему классу непонятно это было. На мой взгляд. Ну, профессор, профессор. Говорит, что он за рабочих. Таких профессоров много мы видели на своем веку. А вот выдвинуть самого рабочего, это более понятно. И мы, когда провели опрос на Кировском заводе, то рабочие поняли вообще задачу, цель. Они сказали, ты же никогда не победишь Путину. Ну, не победишь, никогда не победишь Путин будет. Он говорит, да, ну вот задача получить, агитацию и прочее. И они поняли это и поддержали это выдвижение. Это понятно. И включились, они очень переживали. Сам процесс. До сих пор, так сказать, находятся под впечатлением этого. То есть это понятно. Это наглядно. Это действие самих, самого класса уже идет. Сам включается, значит, сам класс включается через это в компанию. Другой вопрос. А если выберут? Ну, предположим, да, сейчас не выбрали, а в следующий раз выберут. Возможно, что делать? Но это, опять же, инструмент в руках рабочего класса. Появляется дополнительный. Но легче осуществить передачу власти от буржуазии советом, если должность президента будет за представителем рабочего класса. Ну, выпускает он указ, например, да, и передает. Ну, будут эти суды и проще говорить, что не конституционные. Ну, и пускай говорят. Есть сила, есть насилие, есть восстание, революционное преобразование. Это облегчает все. Это понятно, если такое произойдет. Мы не можем говорить, что будет именно так или не так. Возможно, это в ближайшем будущем. Говорим о том, что это позволяет, облегчает. Потом здесь ничего страшного нет. Даже если бы и своего направить представителя. Значит, какой вывод можно сделать? Обладевать формами борьбы надо всеми. Это обязательно. В том числе и парламентской. Ну, и в общем случае парламентская форма является необходимой формой для восстания, для победы этого восстания. Потому что она его облегчает и подготавливает массу. Все, я закончил. Спасибо. Так, один вопрос поступил, по-моему, только. Сейчас. Можно сейчас сегодня? Ну, походу, делайте. Вопросы выступили? Надо. Вот еще вопросы, пожалуйста. Где, на ваш взгляд, должны жить рабочие и их семьи в современной России? В землянках, палатках. Ведь бесплатное предоставление жилья ничтожное. Цена аренды ненамного ниже платежа за кредит. За кредит. За какой кредит? По ипотеке. Вы же считаете, чтобы ипотечный кредит получить, надо еще первый взнос сделать. Нет. Да. В наших расчетах нет первого взноса. Значит, рабочий класс должен жить в современном жилье. По идее, да? Где должен жить рабочий класс, решает сейчас буржуазия. То есть, она ему определяет, где он должен. Где он должен жить, когда он возьмет власть, это одна постановка вопроса. Где он должен жить при буржуазном устройстве общества, совсем другая. Там, где решит буржуазия, там он и будет жить. Вот она сейчас решила, буржуазия, что рабочий класс должен снимать и ютиться в квартирах по несколько семей. По одной, по две. Она так решила. Она так решила. Да не мы так пропагандируем. Она так решила. Что мы пропагандируем? Мы пропагандируем то, что рабочий класс должен бороться за повышение заработной платы. Вот это мы пропагандируем. За повышение. Вы говорите о стоимости рабочей силы. При этом мы вносим в законопроект депутаты Редфронта о том, что заработная плата должна индексировать, повышаться не меньше уровня инфляции. Вы начинаете это критиковать. Не понимая совершенно обстановку, какая-то у вас сплошная абстракция в голове. В процентах. Да, в абстракции. В абстракции. Говорите, что современный трудовой кодекс хороший. Но это же из практики этот закон появился. Вот этот по этому современному хорошему трудовому кодексу работодатели не индексируют заработную плату или индексируют меньший уровень инфляции. Профсоюзы начинают обращаться в суд. А судья им говорят, вот вам подняли на один рубль, значит выполнили, норма закона выполнена. И для того, чтобы у судей не было, в судебной практике, чтобы не было возможности так реагировать, и внесен законопроект, который разжевывает, что индексация не может быть меньше уровня инфляции. Если меньше, это понижение заработной платы. Если выше, это повышение. То есть индексация должна быть выше уровня инфляции. Вот о чем речь идет. Вы начинаете этот закон критиковать. Удивительные люди. В чьих интересах вы это делаете? Поэтому решает все буржуазия. Вот если бы наш закон был принят, то, наверное, можно было бы рассчитывать на улучшение жилищных условий в том числе. Однако вы вместе с «Единой Россией» одна справа, другая слева покритиковали и, в общем-то, способствовали его неприятию. Светил? Вот два вопроса еще. Где? Вот перед вами. Вопрос. Возможно ли такое, что буржуазные партии, организации будут использовать рабочий класс, его формы борьбы, забастовку и так далее в своих целях? Возможно. Вполне возможно. И зачастую буржуазий пытается использовать его в своих интересах. Еще вопрос один. Так как использовать парламентские методы борьбы нам сегодня? Так как использовала Российская коммунистическая рабочая партия, вот она посылала двух депутатов у нас было. Не было фракции. Первый – Григорий, второй – Виктор Аркадьевич Тюлькин здесь был. Использовали не только для выступлений на думской трибуне с какими-то критическими замечаниями, но ездили по стране, помогали организации проведения забастовок. В горячие места приезжали. От выборщики ЦБК Григорьев ездил. Например, форма такая была, горячее сопротивление. В тот же самый трудовой кодекс, который разрабатывали профессора из Красного университета, в том числе и обращались к Григорьеву. То есть он помогал его протолкнуть по этим инстанциям, участвовал в этой работе. Тот же закон о знамени Победы, символы, те, которые остались, благодаря Виктору Аркадьевичу и его работе. Потому что не было бы вот этой работы, ну и не было бы сейчас Красного знамени Победы, возможно. Было бы этот рековор. То есть это идеология, это заделы на будущее. Но тут не фракция, тут один человек, и, конечно, много ничего не сделаешь. И потом, я уже говорил, что есть парламентская работа, а есть крупная стачка. Она, конечно, выше по своему значению. Ну, спасибо. Записалось три выступа еще. Герасимов, вам, Михаилович. Спасибо большое Степан Сергеевичу за замечательную тему и познавательную лекцию. Ну и, в общем-то, тем не менее, нельзя не отметить, что в очередной раз Степан Сергеевич в своем духе оду мракобесию возвех, выступая против обучения, причем вообще, и против Красного университета в частности. Значит, товарищи, я призываю, я призываю посмотреть, что такое экономизм. Вот экономизм, если вы посмотрите, как Ленин определяет это понятие, в чистом виде и есть отказ от сознательной научной борьбы в пользу инстинктов рабочей массы, рабочей самоорганизации и стихийного развития рабочего движения. Как показывает наш опыт, это стихийное развитие рабочего движения, стихийные протестные действия, они торкают к Майдану, но никак не в сознательной борьбе рабочего класса. Это вот первое. Потом, значит, по поводу таблицы. Первый, то есть замечательная таблица. И там очень наглядно, замечательно, видно, что какой процент охвачен кордоговорами в самых развитых государствах. 74% в Норвегии, 92% во Франции. Это не коллегиные договора. А что, это КД проценты? Это соглашение. Это я условно, это ваше. Соглашение. Соглашение. Это все так, они идут через запятую. Это, вообще говоря, показатель очень большой, во-первых. Во-вторых, то, что вот здесь Степан Сергеевич пытался некую корреляцию провести между количеством забастовок и уровнем жизни, конечно, здесь корреляции прямой нет. Заработная плата в отдельной стране зависит, в первую очередь, от исторических условий. В частности, в Соединенных Штатах в середине 19 века заработная плата была в разы выше, чем в Великобритании. Хотя профсоюзов не было ни там, ни там в то время. Она во многом осталась исторически. Во многом это результат массовой достаточно борьбы рабочего класса Соединенных Штатов. В 1945 году 35% называли цифру в профсоюзах. Это хороший очень охват. И сейчас в боевых профсоюзах, надо сказать, что профсоюзы в США были очень боевые. Сейчас в боевых профсоюзах, реально отстаивающих права трудящихся, у нас состоит, ну, я не знаю, единицы процентов, наверное. Поэтому это все исторически остается. И в целом таблица очень полезная. И с точки зрения охвата профсоюзов выделяется Норвегия. Как никак она здесь во второй строчке. 55% в профсоюзах. И у власти, между прочим, там партия, которая называется рабочей. Ну, это, конечно, буржуазная партия уже сейчас. Но и тем не менее. И 74% охвата над кордоговорами. Замечательная таблица. И очень хорошо показывает. Что касается второй таблицы, то тут она не доведена. Потому что в 2014 году фракция социал-демократов в их ставе была крупнейшей. То есть более 50% здесь. Ну и до чего этот каток докатился. Он катился, катился, катился. Этот пузырь набухал, набухал. В 2014 году он ропнул в 3-2 предательском партии 2-го интернационала. Случайно это или закономерно? Но здесь нельзя ставить даже в вину не рабочим, голосовавшим нас за социал-демократов, не даже лидерам этих социал-демократов. Отмычки перехода от капитализма к социализму тогда еще не знали. Как реализовать диктатуру пролетариата? Тогда не было вот этой власти советов. А от парламентаризма, хоть там сколько нагони рабочих, не перейдет дорожка к социализму. Она перейдет дорожка ко второму интернационалу. Но здесь у меня не лекция, поэтому развивать это не будем. Но это тем не менее, ни одного нету позитивного примера за всю историю. Что касается вот этих нескутопических слов, но я думаю, что Степан Сергеевич их характеризовал как несбыточное, если рабочий кандидат станет президентом. Что после этого будет? Я скажу, что после этого будет. После этого будет резня, как была в Индонезии, как была в Чили. Будет саботаж со стороны капиталистов, который выразится в резню коммунистов и в резкий всплеск антикоммунистических настроений в обществе. Вот это то, что будет в результате прихода к власти рабочего кандидата. Это, если, так сказать, представить себе, что такое произойдет. И это, в общем-то, не пустая фраза, так опыт и показывает. Значит, ну вот, ну а что делать? Степан Сергеевич не совсем правильно охарактеризовал ту цепочку, которую мы охарактеризовывали. Да, забастовки они делаются за кордоговоры. В кордоговорах, мы считаем, важное место должен иметь выход на уровень стоимости рабочей сиры, и расчет этой стоимости рабочей сиры, а не ко всему прочему, имеют свою целью показать, что нынешние так называемые большие зарплаты в 50-60 тысяч – это ничто. Ведь за основу уровня жизни там взят советский уровень, по сути дела. Если не брать всякие гаджеты, которые стоят копейки, за основу жизненного уровня там взят советский уровень. Это показано, насколько сейчас мы опущены, и насколько сейчас люди, работающие по 8 часов каждый день на полную ставку, ввергнуты в нищету. Конечно же, это сейчас достичь нельзя. Так же, как и тяжело достичь 3 часового рабочего дня. Но вот совершенно неверно Степан Сергеевич ставит такую увязку, что вот мы ставим условие, что сначала достичь этого, а потом переходи к советам. Нет, совет – это результат забастовочной борьбы. А забастовочную борьбу ведут профсоюзы. А профсоюзы, как показывает опыт, в том числе и Степана Сергеевича, на пустом месте не создашь. Их надо создавать вокруг борьбы за корт договор, за корт договор с конкретными требованиями. То есть, именно так. Первичен корт договор, который ты сначала без всякого профсоюза можешь один создать проект его, и потом уже торкать среди товарищей, а потом уже профсоюз. А потом забастовка, а потом совет, а потом двоеврастие, а потом власть качнется в нашу сторону. Как? Вот эти… Как она качнется? А вот только качнется, как она качнула в 1917 году. Степан Сергеевич здесь, опять же, я считаю, неправильно приводил высказывания Энгельса и Маркса, не обладавших должным историческим опытом. А мы видим, что в 1917 году все самое современное оружие, самое современное подразделение вооруженных сил, Бартийского морского флота, авиаторы и так далее, бронеотряды, отряды, они все перешли на сторону большевиков. Именно они фактически и брали власть в Петрограде в 1917 году. Армия бергвардейцев при всей помощи иностранцев, там практически у нее не было самолетов с русскими пиротами, практически не было броневиков, у Чипаева были броневики, а у противостоящих беляков не было броневиков. Флот весь был советский, прабольшевистский. Что мы говорим? Так не дерутся революции, что когда торпа идет против ружей, ружья надо разворачивать на нашу сторону. Когда будет массовое движение рабочих, забастовочное, и нынешние войска, и нынешняя Росгвардия, они поведут себя совершенно адекватным способом. И не обязательно даже будут какие-то там большие кровавые столкновения, просто, так сказать, в силу естественных причин. Рабочая власть, вот она народившись, она возьмет под свой контроль и улицы, и законодательство, а потом в какой-то момент попросят из Мариинского дворца, из Кремля и так далее. Это, ну, насколько это случится бескровно. Здесь вот опять же, вот Степан Сергеевич, не трус он с диалектикой. Решает всю буржуазию сейчас. Степан Сергеевич, ну не бывает такого что-то все. В чем, как говорит Гегель, нет ничего ни на земле, ни на небе, что ни слова себе своего отрицания. Я вам расскажу по-иному. Все решает рабочий класс. Рабочий класс потенциально сильнее буржуазии. Он многочисленнее, организованнее. Ему не могут, при достаточно действиях солидарных, большой массе людей, ему не могут противостоять ни охрана на предприятиях, которые зачастую, кстати, сочувственно относятся к рабочим, рядовые охранники, ни Росгвардия, которая тоже в массе своей сочувственно относится. Никто ему не будет противостоять. Рабочий класс сильнее. Байдар рабочего класса не в том, что он слабый, а в том, что он не просвещен. И здесь вот не надо втыкать в парки колеса Красного университета. Спасибо. Виктор Акадьевич, пожалуйста. Так. Всегда надо докладчика благодарить. Спасибо большое. Степан Сергеевич, особенно, потому что он всегда оживляет, мне кажется, наши такие занятия. Причем глубоко пытается копнуть с цифрами, так. Причем с цифрами, которые из истории идут, и, значит, из географии разных стран. Это весьма полезно, потому что, когда смотрим, действительно задумываемся, так сказать, что это, результат забастовочной борьбы высокая зарплата, да? Или, так сказать, давление, угроза и забастовка, и наличие кол договоров обеспечивает высокую зарплату. Это тоже, вроде как, цель нехорошо. Вот. Но вернуться я хотел к самой теме. Вот тема у нас звучала соотношение парламентских и не парламентских методов борьбы. И поэтому, конечно, вот, ну, мы все ожидали и хотим услышать, а как это к сегодняшнему дню применимо, да? А вот что мы сегодня имеем, наблюдаем? Что от этого зависит? Значит, какие конкретные рецепты и примеры, что там делается? Вот я здесь бы хотел, так сказать, кое-чего посоветовать докладчику и нам всем. Вот, посмотрите. Значит, мы живем, вроде как, в условиях буржуазной демократии. И буржуазная демократия, она в большинстве так называемых развитых, цивилизованных, капиталистических стран. Что такое буржуазная демократия? Это способ осуществления диктатуры буржуазии. Причем способ наиболее устойчивый такой. И известна формула, что в буржуазном обществе всегда господствующей является буржуазная идеология. А мы с вами являемся носителями пролетарской идеологии, да? И вот идет борьба, так сказать, этих двух идеологий. И вся задача буржуазии держать общество в состоянии, когда они верят в выборы, надеются на выборы. Ходят на выборы миллионы людей. На последние президентские пришли там 70 с чем-то, да? Вот смысл о чем идет. Поэтому борьба не парламентская, она не сводится, вернее парламентская, она не сводится только к выступлениям в парламенте. Вот эта борьба против этих предрассудков, против этих иллюзий, против того, чтобы люди понимали, что решается не на выборах, а решается соотношением сил и борьбой вне парламента, да? Вот Степан Сергеевич говорит, все решает буржуазия. Иван Михайлович говорит, все решает рабочий класс тогда. Я говорю, все решает борьба. Борьба решает. Вот она, соотношение сил решает. Поэтому, когда мы говорим парламентский, не парламентский, то мы вот должны развивать тему, которую Степан Сергеевич в общем-то, конечно, нам преподнес, что не парламентская всегда важнее, чем парламентская. Забастовка всегда важнее, чем выборы и так далее. Но, вот искусство в том, чтобы возможности парламентской использовать для развития не парламентской. Вот это вопрос. И здесь нам столько замечательных советов и высказываний, и цитат Владимир Ильич преподнес, что мимо них проходить, ну, как бы сказать, не хочется и неудобно. Их надо знать, сколько он говорил, что уже противили эти парламентские деятели, эти вожди, зажрались, сидят, вызывают только отвращение. Но из-за этого отрицать парламент и отрицать парламентскую борьбу, это нелепо. Надо гнать негодных вождей и вставить годных. Вот о чем речь идет. Надо уметь построить свой особый выборный парламентаризм, чтобы мы вели агитацию революционизации масс, чтобы наши агитаторы по-необычному вели агитацию, чтобы они ходили в самые рабочие районы, в самые захудалые деревни и отсталые льсамы, в самые простонародные рабочие кабачки, чтобы там вести агитацию и так далее и тому подобное. И пример того, как использовать элементы парламентаризма для развития борьбы, является фракция большевиков и Государственной Думы, которая в конечном итоге вся пошла по этапу в Сибирь, а на нее замыкались и забастовочный комитет, и партийная касса, забастовочная касса, и явочные квартиры, и переписка зарубежная, и черт знает еще чего. Какое это значение имеет для нас сегодня? Простое. Буржуазия стремится всеми силами сделать вот эту модель буржуазной демократии устойчивой и все время изображать картину, будто это что-то решает. А на выборах власть не берут. Даже если места в парламенте получают или что, это только возможности для пропаганды, агитации, чучу, а власть у нее остается. И для того, чтобы вот эта ситуация была устойчивой, чтобы никто туда не влез, не вмешался, причем не вмешался не только решая вопросы, а не вмешался даже возможностью пикнуть, свой голос, так сказать, подавать или где-то. Буржуазия соответствующим образом строит законы и не пускает туда простых, непородистых, рабочих, пролетарских. Ваше место на заднем дворе. Вы там отличайтесь. А здесь будут они, профессиональные, элита, парламент. Или те, кому они разрешают. И так появляется у нас КПРФ, которая за свое соглашательство в 93-м году допускается туда. Повесила вывеску коммунисты, коммунист номер один, дядюшка Зюганов. И всю свою деятельность сводит к тому, что лимит на революции исчерпан. Бюллетень лучше булыжника, то есть борьбы активной. Давайте в следующий раз честные выборы, правительство народного доверия, и мы тогда, вот их смысл удержать вот в этой, так сказать, ловушке, в этой ситуации. Только те, кто разрешен, кому можно. Вот у них сложился сейчас пул четырех партий, и они не хотят никого туда пустить. Наша задача не просто обидеться, отвернуться, мы не будем или что-то, а прорвать, сломать эту систему, разоблачать эту гадость и показывать. А если удается, а нам удавалось несколько раз, и на думском уровне, и на областных, у нас были депутаты, вот эти возможности заворачивать и использовать в пользу развития рабочего движения, развития внепарламентской борьбы, в широком смысле этого слова. Потому что теоретическая борьба, с чего начал Степан Сергеевич, это тоже внепарламентская борьба, но с элементами парламентаризма ее можно значительно усилить и так далее. Еще я хотел сказать по один конкретный вопрос, так оно по-человечески я понимаю, ну как бы сказать, претензии Степана Сергеевича к некоторым красным профессорам и к идеям, но согласиться со всеми я не могу, думаю здесь он маленько ошибается. Вот прежде всего по рабочей силе расчет. Ведь речь идет о чем? О пропагандистском инструменте. Пропагандистском. И наша задача дать этот инструмент в руки профсоюзным активистам, рабочему классу, когда ведут переговоры, торги, споры с работодателем. Понимаешь? И поэтому ему здесь надо подкожного вставлять. Я даже когда эту идею поддерживал и писал статью, говорю, что неплохо бы оттолкнуться еще от дедушки Форда, который был прогрессивным капиталистом, и который, помните, писал, что я считаю, что зарплата рабочего моего завода должна обеспечивать житье, бытие, достойное жилье, и обучение, и воспитание семьи, и детей, и даже, он так говорит, я бы сказал, накопление соответствующее. Поэтому сейчас в этих переговорах, в качестве аргумента и прочего, прижать задницы к стенке этого капиталиста на том же Форде, профсоюзу МПРА, ты почитаешь, и наш основатель говорит, ну-ка где жилье, бытие, накопление? И та методика, которую там написали, ее можно вправо, влево двигать, или что она тоже годится, когда показать. Сам-то ты себе вот эту стоимость обеспечиваешь, чтобы у тебя было жилье, машина, бытовая техника, то все, чтобы дети учились, да, себе обеспечиваешь, а мы что? Вот мы посчитали, давай. Поэтому в данном случае это и ссылки на Прудон, и что там. Сегодня, это во времена Прудона, дома доказалась там, это недвижимость ростка, что сегодня при современном развитии техники и науки, эта квартира, какие-нибудь там, 70 квадратных метров, это уже совсем другая вещь, совсем другое. И в капиталистическом мире, мы его видим, возвращение накопления, когда там, как в Японии живут, в контейнере 4 метра, а он по сотовой системе воздвигнут на мыль. Точно так же, не могу я согласиться с красными профессорами, когда они снисходительно там говорят про индексацию заработных плат. Да, опять же, здесь вопрос не, не в политэкономическом смысле, то, что индексация не дает и все равно эксплуатирует, это всем понятно. Речь идет о разговоре сегодня, в развитии борьбы. К тому же, президенту с премьером, сукины вы, дети, вы себе повысили в 2,65 раза сразу, деньги есть, а на большинстве заводов ничего не делается. Вы, господа депутаты, финансирование во сколько увеличили? Финансирование политических партий за время действия закона увеличено в 304 раза. из бюджета партии получает. А где? Где на пенсии, где на зарплату, где вот? Надо, этот момент должен разжигать классовый ненависть, должен звать в борьбе, его надо внедрять и показывать. Вот о чем идет речь. И еще, время, но я прошу дополнительные. Дополнительные. Очень интересный вопрос относительно президентских выборов. Ну, просто интереснейший. Во-первых, значит, я много об этом думал, и мы в своей партии очень много спорили. С одной стороны, говорят, слушай, выбирают-то главу диктатуры буржуазии, да? Высший государственный пост, который это обеспечивает. Это верно. Но, значит, во-первых, выбирают пост, а не власть. Власть на выборах никто не получает. Все это хреновень. Это вот надо зарубить, и везде все мы, и в этом мы сходимся. И с Поповым, и с Иваном Михайловичем, и с Красным университетом, и с кем угодно. Но, сами элементы выборности, они присутствуют. Внимание, а Марс к этому процессу присутствует, пока не отвернулись. Ленин говорил, если сколько-нибудь большое число все-таки питает иллюзии и верит и ходит, так вы должны с ними работать. А здесь десятки миллионов. Значит, надо использовать. С точки зрения того, что получить власть, если вдруг получит, что будет, кто говорит, что можно получить? Было восемь кандидатов, семь из них, кто-нибудь из этих семерых, он что, собирался власть получить? Кто-нибудь? Мы же все знаем, что власть, перед сам себе, Владимир Владимирович, так? Значит, речь идет о том, что они разыгрывали спектакль. Этот спектакль призван дурачить народ, чтобы они верили в настоящий выбор, в честность, в демократичность, в интригу, в скандалы. И причем, каждый из этих скандалистов, да, он при этом чуть-чуть пропагандировал, и звал вот эти 70 миллионов, каждый, в свою партейку, в свое направление. Один в русское православие, другой в либеральное, так сказать, там западничество и прочее, прочее. Третий в честные выборы, КПРФ, оппортунисты, у нас совхоз, Ленин, или хрен его знает. Вот оно что. И ни один из них не делал того, о чем говорим мы вместе с Степаном Сергеевичем и с Красным университетом и с рабочим парнем. Никто не звал к организованной борьбе рабочего класса из этих деятелей. Так? Никто этого не делал. Поэтому попытка наша туда попробовать внедрить, она вполне правильно, законно и по-ленински. Вот не было у Ленина такой возможности. Если бы была, наверняка бы он вам посоветовал, что вы обязаны попробовать использовать. Почему нет? И у классиков ведь существует, что это вряд ли, но все-таки в исключительных случаях где-то возможно в результате выборов, да, присутствует медленно. И мы такие примеры тоже знаем. Не будем говорить коммунисты, а так называемые левые президенты, даже среди тех, среди них есть те, которые себя коммунистами называли, да, которые вдруг оказывались не у власти, скажем так, а пост этот занимали. И тогда встает вопрос, а как этот пост использовать во благо чего-то? И здесь разброс вариантов чрезвычайно широк. Начиная от фашистского перворота, о чем справедливо нам напоминал значит, один товарищ в Чили и прочее, прочее, и кончая теми вариантами, которые очень бесславно и безобразно закончились. Например, наш знакомый Воронин, председатель партии коммунистов Молдовы, который два срока пробыл там. Два срока. А про него только анекдоты были. Я в Финляндию еду с девчонкой, она там гид, а ты откуда? Из Молдовы. Я говорю, ну, у вас же там Воронин там сейчас. Она говорит, слушай, я тебе анекдот сейчас расскажу. Едет там это самое Воронин с женой на такси по городу вдруг новая бензоколонка. Говорит, о, это чья? Жена говорит, так это нашего сына там, Олежки или какого-то. Ух, здорово. Едут дальше новый торговый центр. Да это чей? Как? Это нашего сына Олежки. Ладно, едут дальше какой-то там спорткомплекс. А это что? Ну, опять Олежка. Он говорит, слушай, а у нас кто-нибудь кроме нашего сына работает вообще или нет? Вот, товарищ народ подделывал и закончилось это дело бесславно тем, что большинство фракций, депутатов фракции этой партии просто говоря перекупили. Понимаешь, в парламенте. Они перешли от этих. Вот и осталось осадок, горечь и понижение авторитета соответственно компартии. Хотел еще рассказать про личную беседу с Чавесом. Это тоже пример левого президента. Понимаешь? Вот. Надо сказать, он пришел к власти. Я вот с ним беседую, не один еще человек 30-го. Я, пришел к власти как бунтарь. Ни коммунист, ни социалист. Участвовал в военном заговоре, меня, так сказать, в тюрьму, потом агнестировали, уговорили участвовать в выборах, вдруг я выиграл эти выборы, народ поддержал, а меня арестовали и в тюрьму. На улице вышли народные массы, действительно миллионные, они вынуждены были его выпустить, я вышел на улицу и вдруг я увидел полностью запруженное народом пространство. И, говорит, у меня внутри что-то похолодело и я впервые понял, что я не просто не имею права их предать, этих людей, а я не имею права не оправдать их ожиданий. То есть, я должен что-то делать, а чего делать я не знаю. И вот тогда у них там трёх наступлений в должность довольно длительный, пригласили кубинца, он туда приехал, с ним поработали, оттуда он уже назад возвращался, ну, скажем так, социалистом-регулиционером по этим делам. А дальше я ему задаю вопрос, вы знаете, Чавесу. Вы решили создать партию. Он думал, как использовать этот пост, понимая, что это не социализм, для того, чтобы как-то укрепиться, чтобы создать точки опоры в трудящихся массах. Вот он придумал партию создать, сказал, что она будет самая крупная, самая мощная, и создал социалистическая единая партия Венесуэлы, 600 тысяч человек. Причём, настаивал и заставлял, чтобы коммунисты туда вошли. Тогда коммунисты советовались с нами, в том числе, приезжали. На что мы им посоветовали, что нельзя вам растворяться там, в этом большом, потому что тогда вы лишите и соцпартию, и народ, и самого Чавеса знаний, коммунистической теории, как двигаться, куда двигаться, что. И они, надо сказать, приняли такое решение и не пошли туда, и не растворились в этом самом деле. Сегодня мы видим, как со смертью Чавеса, с изменением ситуации, реакция наступает, и мы им желаем успеха, но, скорее всего, еще один-два выборных цикла, и они скатятся обратно, поскольку и мировая блокада, и американцы, и сохранившийся капитализм, собственно говоря, в стране, показывают, что закрепиться чрезвычайно трудно. Но использовать, в том числе, президентские выборы, для того, чтобы развивать успех, для того, чтобы развивать классовую борьбу, вполне возможно, и это теоретический вопрос для сегодняшних коммунистов. Как именно? Какие элементы здесь можно использовать? Что посоветовать? И так далее. Прошу прощения, за перебор. Мы вторую лекцию прочитали. Душа горит. Мы вам дали благодарить. Душа горит. После такого пламенного выступления Виктора Ракадича, и о Чавесе, и прочих, я предлагаю спуститься на нашу грешную российскую землю. И вернуться вот к той замечательной таблице, которую подготовил Степан Сергеевич, и о которой сказал Иван Михайлович, который наоборот подтверждает тот факт. Тут теоретический и практический вывод. Там, где есть организованная борьба, там есть результат. Что касается нашей России. Вот мы знаем. Средняя заработная плата. Вот везде пишут. Пишут, она тут кросс пошла за два месяца здесь на 10%. Докладываем 38 тысяч. Такой мой враг. Вот на прошлом занятии я приводил цифры. Средние цифры по больнице, вы знаете, 36,6, все нормально, половина умирает. 41 у них, другая половина при смерти ниже 35. Так вот, есть же руководители, есть специалисты, а есть рабочие. Средняя заработная плата рабочих на сегодняшний день, если вычесть еще налог на доходы физических лиц, 13%, 26 тысяч рублей. Какой у нас прожиточный минимум на сегодня? 10 тысяч. Значит, если у рабочего семья, жена, трое детей, ну вообще-то, чтобы страна не вымирала, должно быть трое детей. Потому что, если будет меньше троих, тогда для наших конкурентов, империалистов, и санкции не нужно применять, и авианосцы не строить, и так вся Россия говорит. Значит, на пятерых сколько получится? 5 тысяч небольших. Значит, прожиточный минимум 10 тысяч. Что это означает? Это означает мучительное вымирание сегодняшнего рабочего класса. Прежде всего. И те цифры, которые дают стыдливая наша статистика, вела показатель, вот у нас в России, во всех странах есть просто смертность, а у нас есть сверхсмертность. А зарплата уже нет? 12 миллионов. Если у нас сидит с временем малолетним детьми, только получается... Но они малолетние 3 года, а дальше они уже не малолетние. случается оплату. Ну, правильно, 3-9 лет сидит. Не перебивай, не надо. У вас будет возможность выступить. Если записку подадите. Подавал. Вот вы сам записан. что получается? А теперь давайте вернемся к требованию индексации. Во-первых, это доказано. Требование индексации полной стопроцентной означает снижение реального уровня содержания заработной платы. Это же просто понять, что в течение года цены повышают, а потом через год только компенсируют. в этих условиях, когда зарплату получают 26 тысяч, 26 тысяч, требование или попытка провести закон о полной индексации, это поддержки действий буржуазии по вымиранию рабочего класса. А без индексации еще быстрее вымирает. А вот что без индексации? Быстрее вымирает. Нет. Быстрее вымирает без индексации. А вот без индексации придут другие цифры, которые Степан Сергеевич не привел, но я постараюсь компенсировать вот то, что там насчет России пустые места. Берем наш Росстат и вот он приводит цифры параллельно эти средние зарплаты. Я вам зачитываю. Зарплата авиадиспетчеров 120 тысяч рублей. Зарплата докеров. Морского порта я звонил Константину Васильевичу Федотову 80 тысяч рублей. Пилоты судов 200-250 тысяч. Это уже дошли до уровня стоимости рабочей силы. Я не говорю о командирах судов 300-400 тысяч. Я несколько лет назад задавал вопрос Константину Васильевичу а почему такая вот разница? Вот вроде один порт в контейнерном терминале такая зарплата, а напротив лесной порт четыре раза меньше. Это очень простой ответ. У нас есть боевой профсоюз докеров и коллективные действия, а там такого нет. Вот и ответ на вопрос. Поэтому я хотел уточнить то, с чего начал Виктор Аркадьевич вопрос решается борьбой. Не просто борьбой, а борьбой рабочего класса такой, которая преодолевает противоположную борьбу классу бружуазии. Вот реальная цифра вам. Есть организованные действия, коллективные действия и борьба, есть забастовочные комитеты или угроз забастовки и так далее. Вот он результат. Это первая часть. Вторая часть. Я крайне удивлен, что Степан Сергеевич ломится в открытую дверь, обвиняя в том, что там рабочая партия России, красные преподаватели выступают против того, что надо участвовать в парламентских выборах. Для меня это новость. Я всю жизнь думал наоборот. Вопрос по-другому надо ставить. Вот есть главное направление деятельности, о котором Иван Михайлович сказал, а есть дополнительное. Так участие парламентских выборок это же дополнительное. А главное куда? Вот выступление Степана Сергеевича главное исчезло. И получается так, что давайте мы будем участвовать в выборах, вот в этом 90% времени было посвящено этому. И тогда мы прием тому, что было в этих странах замечательных, чем они закончили, о чем Иван Михайлович прекрасно сказал. А главное направление деятельности на заводы помогать рабочим создавать профсоюзы, помогать заключать коллективные договоры, организовывать коллективные действия, которые приведут к созданию забастовочных комитетов, затем советов, затем до и властью, а затем переходу к новому коммунистическому структуру. Спасибо за внимание. Так, у нас еще два выступающих товарища, Шмелев. Прошу ориентироваться на временно для творчества. Уважаемый Иван Михайлович, у меня к вам несколько вопросов. Первый. Где выступление, как вы выразились, произвучало ода мракобесия? В отрицании Красного университета. В отрицании Красного университета, то есть вы свою парадигму возводите в абсолют. Да, я еще раз подчеркиваю, то, что вы двигаете, это не марксизм, это парадигма марксизма, это частный случай интерпретации марксизма. Какой парадигма вы знаете? Да, знаю. Это ваша школа. Ваша интерпретация марксизма. И вы, как правильно Симан Сергеевич сказал, она имеет право на существование, но возводить ее в абсолют это неправильно. И вы, и вы, и вы, вы под благовидным предлогом, под тем, чтобы защитить научный подход, который, который прозвучал, Иван Михайлович, который прозвучал в начале выступления. Степан Сергеевич сказал о том, что научно-проинтratическая работа является одной из форм борьбы, а вы сказали, что какая-то ода мракобеси. Нету такой формы борьбы просветительной работы, есть теоретическая форма борьбы. Во всяком случае Степан Сергеевич не отбрасывал научный подход, а вы сказали, какая-то вода мракобесия, потому что он вас критикует, так вы во многом не правы, поэтому вас и критикуют. Вы двигали Конституцию Новороссии, где результаты? Вы двигали Конституцию Советской России, где? Какие результаты вы хотите? Какой толк в коренчном счете этот весь был? Потому что они есть, проекты. А проекты есть, да? Где они валяются, эти проекты, мне вопрос. Вы какую-то революцию делаете, а к чему она приведет и как она сделается, вы не думаете. Не какую-то революцию, это обдуманные действия. Это работа с рабочим классом. РКРП работает с рабочим классом на предприятиях. А ваш комитет, рабочий комитет России? Работчик соберется в ближайшую субботу, там будут решаться вопросы и насущные задачи рабочего движения. Несколько активистов со всей страны, да? Как вы без задачи собираетесь работать с рабочим? Друзья, мы перестаем понимать, о чем речь, вы потом между собой выясните. Давайте потом. Вообще-то есть тема, а мы начинаем. Я по теме спрашиваю. Не спрашивать надо, выступать. Выступаю, а что вопрос? Нет. Где прозвучало о том, что рабочий кандидат президента должен победить? Такого не было. Сказано было получить трибуну. Я не должен передать, а представим себе, что победит. Нет. А зачем это представлять, когда это не входило вообще ни в какие планы? Это входило в планы только в том, чтобы этот рабочий кандидат привлек на свою сторону массы. Для того, чтобы он смог, если современными языками выражаться, распяять коммунистическую диалогу на большой группе людей. Для того, чтобы просто... Не, вы подольше выступали. У меня и к вам вопросы есть. Например, я так и не понял... Я так и не понял, какая суть была в том, чтобы говорить, что индексация ведет к умиральному населению. Вот это я вообще не понял. И думаю, многие в этой аудитории тоже не поняли, в чем прикол вообще был. В чем прикол? Индексация ведет к умиранию. Идет вымирание фактическое рабочего населения России или нет? Факт? Идет. Идет. Что означает индексация? Индексация означает, вот как была зарплата, фиксацию этого вымирания. Это вы постулировали, опять же. Это ваше докстрирование. Да, это ваше докстрирование. Это будет заключительное слово. Значит, докладываю. За 25 лет счастливого капитализма, которого вы не замечаете, сверхсметрить 12 миллионов человек. Вот он факт. Вы этого не замечаете. И поэтому не надо делать индексацию. Логика причины. Ну, забороться, вот как я приводил цифры, как делают авиадиспетчеры, докеры и им подобные, у которых зарплата 120 тысяч и меньше вымирают. Ну и последний вопрос. Участие в парламентских выборах. Нет, вы не отрицаете, действительно. Конечно, нет. Вы просто не делаете этого. Были выборы в Госдуму, забили вообще, что туда идти. Были выборы президента. Мало того, что сами своего кандидата в свою партию не выдумали, так еще и чужие инициативы оплевали. Я свою позицию, нашу позицию, высказал четко. Вот позиция Родфронта. Сидят так, мол, все. Выборы, где-то там маленький круг людей вещать и называть это политической борьбой. Нет, это стыдно должно быть. А что? Участие в выборах в политической борьбе? Конечно, это привлекает массы. Медийный эффект какой был. Вспомните, сколько каналов об этом говорил. Кто помог подумать? Нет, если вы не забыли, мы не настолько популярны, как, допустим, та же КПРФ. КПРФ сейчас в глазах населения коммунистов, хотя они нифига не коммунисты. Это партналистическая шобла, которая заняла руководящие посты. Да кого это чем сейчас лучше? Кому вы сам призываете? К чему я призываю? Я призываю к тому, чтобы за марксистские идеи агитировать путем участия в парламенте, путем участия в выборах того же президента. Но не побеждать них, как вы говорили, и не приводить к какой-то кровавой бойне, которую вы там описывали. Часто участвовать в выборах и не побеждать, это странная позиция. Я иду на выборы, но не побеждать. Я иду на выборы, чтобы меня увидели. Підсиодный клуб. Спасибо. Майорич Кузьмин. Буговарин. Люди сработали. Собирался совсем другие вопросы затронуть. Но затронул. Представьтесь, пожалуйста. Меня представили. Кузьмин Дмитрий Владиславович. Секретарь Ленинградского комитета РКРП по идеологии. Не надо вводить... Маленькая ремарка к предыдущим выступлениям по поводу диспетчеров, по поводу пилотов Не надо возводить их в абсолют У них совершенно другая специфика работы, другая квалификация Это не промышленные рабочие И если, извините, крановщица мостового крана будет бастовать как пилот Она не добьется тех же результатов У нее нет вот этого возможности взять закадык и шантажировать, что самолеты сейчас начнут падать Это раз А возвращаясь к тому, что было сказано Хочу просто дополнить Степана Сергеевича Вот он упоминал, что инициативу Родфронта по выдвижению кандидата президента раздраконили Сейчас не признаются, что они драконили И говорят, что это как сейчас не найти тех, кто голосовал за Ельцина Нету людей Кто-то голосовал, но нету их Вот сейчас не найти, кто драконил инициативу Родфронта Были и приводили всякую ерунду И то, что вы хотите стать палачами Вы хотите залезть в буржуазную систему на самую верхушку Хотя понятно было, что невозможно победить на этих выборах Путина Потому что эти выборы сделаны под Путина Мы хотели использовать эту трибуну Более того, вот Степан Сергеевич упомянул дебаты Я когда агитировал и наших товарищей тоже, кто сомневался и говорил, что надо участвовать Даже имел в виду не дебаты Честно говоря, большинство рабочих не смотрело эти дебаты Потому что, во-первых, этот поток горлопанства вытерпеть не каждый может Во-вторых, некогда Ну некогда смотреть Извините, я еду на работу, я буду сидеть в 8 утра смотреть эти дебаты Да не буду Поэтому большинство не смотрело Но что мы упустили Вот не протолкнув эту инициативу Каждый человек А это сколько? 70 миллионов пришло на выборы? Кто еще верит? Кто еще верит в эту систему? Кого сагитировали? И кто ну хоть что-то хотел Вот как-то вот Либо повлиять, либо наоборот власть поддержать Но он еще верит в эту систему 70 миллионов, по-моему, набралось Вот каждому этому человеку Руками буржуазного цика Руками власти Мы бы вручили нашу визитку А именно, в виде Агентационного плаката Где было бы Кандидат Лисицына Выдвинуто Российским Объединенным Трудовым Фронтом Каждый пришедший это бы увидел Ну хорошо, там есть Ядерный электорат у каждого кандидата Который бы не стал даже смотреть Но он берет балетей И второй раз утыкается в нашу визитку Там написано Лисицына, кандидат Родфронта Скажите, мы можем единовременно, да боксинг, за два месяца Раздать 70 миллионов визиток простым гражданам? Не можем Мы эту возможность упустили Это вот та самая парламентская трибуна Ну и тем, кто очень активно выступал Ленин никогда не баллотировался в цари Приведите мне пример Хоть одни выборы царя Который Ленин пробайкотировал Тогда мы будем вас слушать Все Так, заключительное слово, что по всем Спасибо всем Кто выступал За вопросы спасибо Конечно, ответить на все И как-то подытожить сложно У меня есть позиция по всем выступлениям Но я останавливаюсь только фрагментарно Значит, кто решает? Решает господствующий класс Есть желание, есть действительность Мы хотим, чтобы решал все рабочий класс Но чтобы стать господствующим Надо завоевать власть Поэтому здесь Виктор Аркадьевич прав В том плане, что Кто будет господствующим, решается в борьбе А как господствует буржуазия? Она решает основные вопросы Про зарплаты нам рассказывают Про авиадиспетчеров Как положительные моменты Что можно, оказывается, добиваться Стоимости рабочей силы Вот авиадиспетчеры, вот пилоты, вот докеры Давайте посмотрим, как их коллеги получают За рубежом Знаете эти цифры? 10 тысяч евро По научным сотрудникам гораздо более Эти сопропорции считаются Вот посмотрите, здесь средняя заработная плата И теперь заработная плата Значит, например, авиадиспетчера Еще 10 лет назад Авиадиспетчер, я специально интересовался Получал 10 тысяч евро в месяц 10 лет назад Вот какой разрыв был Между авиадиспетчером и средней заработной платы И что вы нам показываете? Ваш разрыв меньше Они, наоборот, не добирают до своих коллег Неужели для вас является секретом, что пилоты Российские Уходят и устраиваются в Китае и в других Авиакомпаниях Потому что там зарплата в разы выше Сама профессия в мире Более оплачиваемая Это товар Рабочая сила – это товар Он продает ее в другой стране Гораздо выше Это можно легко заменить Не знаю, какого-то с лопатой Которая копает яму Вот его легко можно вышибить Взять другого Лопату дать в руки А авиадиспетчера Или пилота самолета Так легко не заменить Это высококвалифицированная Они просто пользуются тем, что они высококвалифицированная рабочая сила Именно интересы этого слоя вы и выражаете Экономические интересы Вернемся к стоимости рабочей силы Все правильно, все хорошо, молодцы Я говорю о чем? О том, что жилье в собственности В принципе Неверно, это теоретически неверно Генгельс говорил, что если бы буржуазия хотела решить этот вопрос Жильем Она бы уже решила в то время В то время были возможности и ресурсы Обеспечить всех жильем В 1850 году Когда он писал к жилищному вопросу свою работу Буржуазии это не надо Потому что рабочая сила не должна быть привязана Она должна быть маневренная У нее не должно быть ничего Тогда его легче эксплуатировать Его легче перебрасывать Все время производство новое возникает Она должна быть мобильная Мобильность, вот главная задача А квартира и собственность Она привязывает человека Она не решается Потом это в частной собственности И при социализме это неверно Жилье должно быть в общественной собственности Это очень важная Важная характеристика Это общественная собственность А не частная Частная это раздор Это скандалы Это борьба за наследство Это убийство Вы запускаете этот механизм Для чего это пропагандировать? Включите другую Нечастную личность Личная собственность на жилье Она является источником Различных скандалов Вот пиджак вот мой Не будет являться скандалом Источником А вот квартира будет Да потому что не будет Потому что никому не нужен Поэтому здесь Здесь я стою Как бы на позициях Энгельса Они не устарели исторически Как говорят красные профессоры Исторически Они уже превзошли Энгельса Превзошли Маркса Ленина Сталина Его работают Они все превзошли Все Поэтому здесь вот я не согласен Что касается президентства Это действительно новое Здесь я во многом согласен С Виктором Аркадьевичем Речь шла на этих выборах Об использовании трибуны У нас пока нет примеров Коммунистов-президентов Вот все вот эти люди Они не коммунисты Воронин там и прочее Альянды Не коммунисты Это социал-демократов Коммунистов нет Есть рабочий Лула в Бразилии Который побеждал На выборах президента Но он рабочий Он не коммунист То есть рабочий может победить В принципе Может ли победить коммунист Мы не знаем Таких примеров у нас нет А если коммунист победит То сразу повернет на совет Но победить он может только в одном случае, я так считаю, когда народ созреет для революционных преобразований. Только в этом случае. А так, ну как? Конечно, он ничего не может. Просто победил вдруг, да, вот, и что он сделает? Да ничего. Его уберут, отстрелят и прочее. Не может ничего сделать. Никаких преобразований. Мы не знаем, как будет развиваться история. Поэтому пока речи об этом не идет. Вот. Ну и в целом, еще раз, всем спасибо. Наверное, я не все кто хотел сказать, сказал, но... Спасибо вам, Владислав Сергеевич. Спасибо. Ну, от следующего занятия встречаемся через неделю. 5 апреля. Принципы построения советской власти и практика СССР. Докладчик, депутат Госдумы Второго Созыва Григорьев. Через неделю встречаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok